Это видео выходит в плейлисте Самогон Саныч Лайв. На этом плейлисте я публикую различные видео, которые не относятся к тематике моего канала, но относятся к жизни или к тем вариантам из жизни, которые я встречаю. И данное видео будет посвящено моему сотрудничеству с медиасетью Jetty Russia. Вряд ли оно будет интересно самогонщикам, но я думаю, оно будет интересно видеоблогерам, особенно начинающим. Итак, присоединяйтесь, поехали. Вообще, медиасети для видеоблогеров иногда действуют действительно как красные тряпки на БК. Я помню случай, когда медиасети просто забирали деньги и, извините за выражение, тупо сваливали. Влетает мне претензия на мой канал по одному видео. А музыки-то вообще нет. Я был вообще в шоке, вообще не понимал, как это вообще возможно на Ютьюбе. Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Самогон Саныч. Итак, посвящено видео моему сотрудничеству или отзыву, если угодно, с медиасетью Jetty Russia. Вообще, медиасети для видеоблогеров иногда действуют действительно как красные тряпки на БК. Есть масса утверждений в интернете, что медиасети просто, так сказать, с вас забирают деньги и больше ничем не помогают. Есть другие утверждения, более, так сказать, жесткие. И на самом деле, на мой взгляд, медиасети это заслужили. Дело в том, что даже за мое время работы на Ютьюбе, значит, я помню случай, когда медиасети просто забирали деньги и, извините за выражение, тупо сваливали. Были такие варианты. Были такие варианты, когда медиасети, ну, буквально делали из ютьюберов своих рабов. То есть, вы вступили в медиасеть, выйти из нее невозможно. Вы пишете письма и так далее, и так далее. А медиасеть за это время стрижет и стрижет с вас деньги, ничего не делает и не отпускает. Ну, эта проблема была разрешена самим Ютубом. Ютуб сделал волшебную кнопочку, и теперь любой видеоблогер, нажав на эту кнопочку, знает, что через 30 дней его от данной медиасети отключат. Ну, и последнее, самое распространенное мнение о медиасетях, это то, что медиасеть, в общем-то, ничем вам не помогает, на ваши письма, запросы не отвечает, зато, в общем-то, регулярно снимает вас, видеоблогеров, свою комиссию. Значит, эти проблемы действительно есть, и поэтому отношения к медиасетям у Ютуберов действительно иногда весьма и весьма негативные. Сразу скажу, что я эти проблемы знаю, но я с ними не сталкивался. Мне повезло, я был подключен к медиасети GT Russia, и, на мой взгляд, выбор был достаточно, ну, не то что продуман, но достаточно удачным в этом вопросе. И я сегодня расскажу те моменты, с которыми я сталкивался во время, вот год, год у меня произошел, да, 11 марта я был подключен к этой медиасети, за этот год прошло много, и выпущена масса видео. За этот год мой канал увеличился, количество подписчиков на моем канале увеличилось более чем в два раза, то есть, когда я вступал в медиасеть, было порядка 50 тысяч подписчиков, сейчас их уже почти 106 тысяч. Вот, но то, что осталось за видео, которое я снимал, то, что было в кухне производства, в кухне производства над этими видео, я расскажу в этом выпуске, поскольку на самом деле были и проблемы, были и трудности, которые зритель, конечно, не видел. Значит, первая проблема была такая, столкнулся я с ней где-то в мае месяце, по-моему, 2019 года, прилетает мне претензия на мой канал по одному видео. Смысл, который заключается в том, что в видео опубликовано есть музыка, музыка мне не принадлежит, и я был, в общем-то, шокирован. Но это не такая большая проблема, ютуберы знают, что это, в общем-то, видео начинает монетизироваться, монетизироваться просто в пользу правообладателя данной музыки. Я никогда вообще не использовал музыку чужую, я ее брал всегда только с ютуба, вот больше нигде, никуда, что бы там не говорили, что есть какие-то библиотеки, еще что-то, в том числе, кстати, библиотеки медиа-сетей. Нет, я брал только с ютуба и очень внимательно смотрел, что нужно ли там дать ссылку на автора этой музыки или нет. А тут такое дело. В общем, начинаю проверять, и да, о ужас, смотрю, у меня видео, на которое будет брошена эта претензия, действительно имеет музыку. Однако ситуация была такая, я просто снимал свою баню, а в бане играл проигрыватель. Играл песни Евдокимова «Баня», и все это было на проигрывателе, то есть я музыку-то не накладывал, но она там была. И это действительно была правомерная претензия. Конечно, я был как бы в шоке, потому что, когда ты сталкиваешься с такой ситуацией, и она у тебя впервые, ты начинаешь думать, а что делать. Значит, я, естественно, сразу написал письмо в медиа-сеть JT Russia. Мне очень быстро пришел ответ, что претензии решаются вообще там очень и очень просто. На самом деле, уже YouTube даже подготовил подобную платформу, то есть там в видео заходишь в определенный раздел, и в настройках там есть кнопочки, что вы можете заменить эту музыку, которая играет в вашем видео, на любую другую. YouTube сам предлагаю, какую музыку туда поставить. То есть я нажал эту кнопочку, все, музыка старая ушла, появилась новая музыка на фоне видео, и, в общем-то, претензия была сразу снята. Я был, в общем-то, естественно, очень доволен, монетизация на видео вернулась, но это было еще не все. Через несколько месяцев прилетает следующая претензия, и опять, елки зеленые, по поводу музыки. Значит, я думаю, ну ничего страшного, там посмотрю, вдруг в каком-то старом ролике, также вот какой-то проигрыватель играл, или там фоновая какая-то появилась, думаю, все это я решу сам. Завязаю на это видео, а нет. И тут вообще повергается шок. Претензию прислала одна, кстати, из медиа-сетей. А музыки-то вообще нету. Вот есть видео, музыки вообще нет, автор, то есть я в кадре, и заявка на, так сказать, неправомерное использование авторских прав, и опять-таки монетизация с этого ролика улетает, соответственно, к тому, кто подал претензии, то есть к данной медиа-сети. Я был вообще в шоке, вообще не понимал, как это вообще возможно на ютюбе. Пишу в GT Russia. Ребята очень быстро среагировали, прислали мне не просто, что сделать, они написали текст письма, который мне просто откопировать осталось, они прислали адрес электронный, куда эту претензию направить с этим письмом, и сказали, что вот после того, как вам ответят, вы нам сообщите, и мы с вами предложим, что делать дальше. Значит, я отправил это письмо, буквально через сутки мне приходит ответ с извинениями, вот того, кто наложил эту претензию, типа, извините, у нас был технический сбой, мы претензию снимаем. Ну, а вместе с претензией была снята и сама проблема. Я продолжаю работать над каналом, все вроде хорошо и здорово, в декабре месяце я получаю какое-то письмо непонятное, ну, вроде как от самого Ютуба. Я не буду рассказывать, что там содержалось, в общем, в этом письме, что-то у вас на канале не так, что-то не так, вам срочно надо все это дело исправить, для чего вам дается 24 часа, и вот вам надо зайти по такой ссылке, и там все сделать, согласно, значит, инструкциям, которые будут появляться. Ну, у меня сразу возникло сомнение, потому что, вообще, знаете, как правило, вот такие вещи, что срочно, бегом, быстро и так далее, обычно так работают мошенники. Для того, чтобы быстро вас обмануть, им надо действовать действительно быстро, иначе у человека, так сказать, вдруг проснется головной мозг, он что-то подумает, усомнится и так далее. Поэтому вот это вот 24 часа меня очень насторожило, однако письмо практически как от Ютуба. Я подумал, ну, а что я буду, вот, мозги себе, это самое, здесь, ошибка сильно напрягать, учитывая, что письмо было на английском языке, кстати. Вот, я решил это письмо перевести для себя через Яндекс.Переводчик, понял его содержимое и решил просто отправить в медиасеть Джетти Раша, что и было сделано. Отправил я это письмо в медиасеть Джетти Раша, мне, опять-таки, достаточно быстро, буквально там в течение дня приходит ответ, ничего не делайте, не переходите ни по каким ссылкам, никакие свои данные не вбивайте, это мошенники. Письмо желательно уничтожить. Что, в общем-то, я и сделал, и не жалею об этом, потому что потом уже выходили видео на Ютубе, что это была такая активизация некоторых структур мошенников, которые вот таким образом просто угоняли каналы. Ну и пик этой вот всей этой работы или мошенничества пришлось на декабрь, начало января месяца. Я этого избежал, опять-таки, благодаря медиасети Джетти Раша. Но уже в этом году я решил все-таки канал как-то дальше серьезнее продвигать и обратился в медиасеть Джетти Раша с просьбой дать мне рекомендации по развитию канала. То есть, что мне делать, как делать, может быть, ошибки какие-то мои указали и так далее. Они ответили мне, что им нужно две недели на проработку. Я что-то подумал, что слишком много. Но через две недели, даже раньше, через 10 дней, мне пришел ответ. Вот этот ответ, уважаемые зрители, это 12 страниц формата А4. Четко все сделают, видите, с фотографиями, вырезками, ссылками. То есть, настолько, прямо скажем, продуманный ответ, буквально трактат на 12 страницах, из которого видны не только советы по моему каналу, видно, что люди не отпиской занимаются, а именно анализировали скрупулезно мой канал. Здесь ссылки на мои видео, где что надо поправить. Ссылки на другие видео, которые более удачные. Разобрано все, начиная от значка, заголовка, описания, всего-всего-всего. И куча еще тех вещей, которые я даже раньше не знал, на которые стоит обратить внимание. Я не буду его, естественно, зачитывать, потому что это как бы индивидуальная консультация моего канала. У каждого видеоблогера своя харизма, свой канал, своя тематика и так далее. И так далее. Поэтому вам это ничего не даст. Но смысл заключается в том, что вот это полный анализ моего канала, который, конечно, я сейчас буду придерживаться и стараться сделать именно так, как вот здесь написано. Надеюсь, что это даст дальнейший рост каналу Самогон Саныч. Другими словами, я теперь знаю, в каком направлении двигаться и куда прикладывать свои усилия. Но учитывая то, что любая меди-сеть практически, она более опытна, чем блогер. Она, ну, по-любому, она больше имеет отношение к Ютубу. Во-вторых, через них проходит масса каналов, и они прекрасно разбираются в том, как надо списываться с Ютубом, как отбивать страйки, как вот защитить канал от каких-то ненужных проблем. Ну и, конечно, меди-сеть сможет дать более осознанные рекомендации по развитию канала, что, в общем-то, я и получил. Итак, подхожу к результирующей части данного видео. Извините, если это было долго, просто хотел поделиться своим опытом. Значит, начнем с того, с чего я начинал. Стоит ли подключаться, видеоблогеры, к меди-сети? Значит, решать, уважаемые, конечно, вам. То, что касается меди-сети Джетти Раша, я высказал свой опыт. Еще раз хочу сказать, это не заказное видео. Это, в общем, я даже, вот в описании я просто оставлю ссылку на эту меди-сеть. Подчеркну, что это будет не моя реферальная ссылка, чтобы вы не думали, что я выпускаю это видео с целью вот еще больше заработать. Ничего подобного. Я вам сказал свое мнение. И еще, что хотел бы я вам сказать, чтобы вы учитывали при принятии решения. Значит, когда у вас все хорошо, это и так все хорошо. Тут все здорово, и я буду рад за вас. Когда у вас возникают проблемы на канале, проблемы в одиночку решить с Ютубом крайне сложно. И здесь нужно какое-то плечо, которое будет подставлено рядом. Здесь нужен еще кто-то, кто будет бороться за ваш канал и над решением данной проблемы вместе с вами. И меди-сеть Джетти Раша здесь зарекомендовалась с наилучшей позицией. То есть я знаю, что я в случае чего-то могу опереться на них, получу от них консультацию, получу от них помощь и получу вот такие вот просто потрясающие рекомендации. Я просто сейчас в какой-то степени в шоке, потому что я не ожидал, что будет настолько скорпулезный и настолько объемный ответ. Ну а вы, уважаемые зрители, конечно, решаете сами по поводу вопроса, подключение к меди-сети или нет. И последний мой совет. Когда вы подключаетесь к меди-сети, я предлагаю считать деньги в своем кармане. То есть то, что вы получаете. А не то, что где-то остается там на Ютубе, в меди-сети и так далее. И тогда у вас будет все хорошо. Вот и все, что я хотел сказать сегодня, уважаемые зрители. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Понравилось видео, ставьте лайки. Пишите свои комментарии по поводу вашего мнения о работе с меди-сетями. Ну и, конечно, не забудьте нажать на колокольчик, который находится под видео, чтобы быть в курсе новых выходящих роликов. А вам, уважаемые, здоровья и веселых заставей!